Всем привет! С вами Зауральский садовод. Сегодня на календаре 6 августа. И я начинаю свой сезон осенних посылок. Начинаю его с первой посылки. Сейчас мы посмотрим, что же в ней. Пришла она ко мне со Ставропольского края от Галины Хомутовой. Кто знает Галину Хомутову, думаю, уже догадались, что в этой посылке. Посылочка небольшая. Шла она ко мне 4 дня. 2 числа мне ее выслали. Сегодня она уже у меня. Очень быстрая доставка. Что же у меня в посылке? Та-дам! Это срезы колиусов. Не хотела в этом году покупать новые колиусы, но... Ну, насмотрелась опять роликов у Галины и думаю, нет, надо все-таки заказать. В прошлом году у меня уже была такая распаковочка. Я показывала, какие колиусы мне пришли. И вот, смотрите, давайте посмотрим поподробнее. Вот в таких упаковках у нее приходят срезы. В зип-пакете в большом. Дальше у нее там каждый срез еще в маленьком зип-пакете. И там влажный диск. Каждый срез поставлен номерок. У меня есть списочек. Ну и сейчас посмотрим. Приходят они в очень хорошем состоянии. Ну, в принципе, за 4 дня я не думаю, что с ними что-то бы могло случиться. Но если там, конечно, уже идет 10 дней, там, наверное, приходят похуже. Но в прошлом году у меня была замечательная посылка. И в этом году я тоже вижу, что с посылкой все очень-очень хорошо. Так, это у меня, наверное, не подписано. Это сеянцы в подарок. Мы их посмотрим потом. Так, номер 1. Это у нас получается Королева Льда. Я их сейчас вытащу вот так вот все. Насмотрелась я опять, конечно же, у нее обзоры. Два обзора у нее было. И не удержалась. Многого, конечно, мне не досталось, что бы мне хотелось. Но все-таки 12 сортов я у нее заказала. И 4 сорта мне пришло в подарок. 3 сеянца без названия и 1 под названием. Так, Королева Льда. Дальше у меня идет... Так, вот здесь листочек отпал. Но я думаю, это вообще не страшно. По списку буду. Так, Индийское Лето. Красивый колеус у него. Получается салатовая макушка, когда он распускается. А в процессе роста лист немного коричневый становится. Коричневый в зеленую такую крапинку. Так, кто у нас тут следующий? Номер 10. Кто же у нас под номером 10? Номер 10. Белая симфония. Вот такой вот интересный лист. Очень-очень он. Такой гофрированный, что ли, как сказать-то. И вот такая вот мозаичная у него окраска. Это у нас получается колеус. Белая симфония. Я так понимаю, что это, по-моему, ее уже селекция. Галины. Так. Здесь у меня без номера. Значит, это у меня получается сеянница в подарок. Вот у меня есть три сеянца в подарок. Она положила. Они без названия. Это ее сеянцы. Она их уже вывела. В общем, вот такие вот три сеянца. Интересно. Посмотрим, что из них получится. Так. Номер 2. Это у нас гармония. Сейчас я уже не помню, как она точно выглядит. Но если я ее заказала, значит, мне она понравилась. Ну, вот что-то здесь, видите, коричнево-зеленый край. В общем, будем наблюдать, будем смотреть. Буду, конечно же, показывать вам эти колеусы в процессе роста. Так. Номер 9. Номер 9. Это у нас розовое облако. У меня есть вот такая похожая расцветка розового леопарда. Я так подозреваю, что это что-то похожее. Вот такое вот. Номер 9. Так. Здесь вот вижу один листочек отпал. Номер 8. Это у нас получается песня улитки. Это тоже ее колеус. И очень мне понравились и листочки, и цвет. Ну, здесь, конечно, у срезов сейчас цвет более такой бледный, невзрачный. Но на самом деле они очень яркие, красивые колеусы. Так. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Номер 6. Номер 6. Это у нас львиная страсть. Вот такой вот интересный лист. Он чем-то мне показался похож. Раскрас на аватар. Но он ниже. Аватар это же большой колеус. А это львиная страсть. Я так понимаю, он не слишком высокий. У него крупный, круглый лист. И что-то вот и красное, и фиолетовое, и зелененькое, и салатовое здесь проступает. В общем, конечно же, всю эту раскраску колеусов можно будет потом уже посмотреть. Так, номер 5. Вот этот вот колеус я очень хотела. Это у нас получается вельвет. Вот такой раскрас мне нужен был. Коричневый ободок у краешка. Зеленая, салатовая краска самого листа. Надеюсь, что он у меня укоренится и перезимует хорошо, и у меня будет такая красота. Так, номер 11. Это Тиффани. Тоже достаточно интересная окраска. Конечно, сейчас разглядывать срезы, это, знаете, не очень интересно, да? Потому что все-таки у них и окрас не тот, и цвет не тот бледноватый. Ну и, в принципе, сам вкус мы тоже посмотреть не можем. Только вот так разглядывать и любоваться. Это у нас получается, я уже сказала, Тиффани. Так, следующие два колеуса, номер 13. Вот она у меня, лучистая зелень, номер 13. Это у меня в качестве подарка. Тоже такая мозаичная окраска. Я люблю такие окраски мозаичные. Их очень много, различных окрасок таких. Лучистая зелень. Надо еще посмотреть обзор и вспомнить, что это за колеус. Но в обзоре я на него внимания не обратила, видимо, не знаю. Вот такой вот подарочек. Так, номер 12. Это у нас получается Катрина. Вот, смотрите, какой у нее интересный лист. Я не очень много беру вот таких вот колеусов. Именно с перистой, вот такой вот структурой листа, формой листа. Но вот эта Катрина мне почему-то очень запала в душу. И я ее захотела взять. Я понимаю, что это низкорослый колеус. И хочу ее попробовать в композиции с другими колеусами или какими-то другими однолетниками. Интересная окраска, интересная форма листа. Смотрите, они прям как перышки, да, такие. Вот. Так, и осталось еще два колеуса. Это у меня номер 4. Colorful. Ну, это уже известный такой колеус, достаточно распространенный. Ну, вот тоже захотелось мне этот Colorful иметь у себя в коллекции. В моей такой маленькой коллекции. Так, и номер 3. Это Звездочет. Вот. Звездочет. Получилось у меня по итогу 16 колеусов. Галина, спасибо большое вам за подарки. Я думаю, подарки любят все. Ну, и я, конечно же, в том числе. Сейчас что я буду делать с этими колеусами? Сейчас я их все поставлю по отдельным стаканчикам, потому что, чтобы мне не спутать сорта. Есть сорта, которые очень легко опознать, а есть сорта, которые тяжеловато потом опознаются. Происходит путаница, и непонятно, что это за сорт. Потому что есть похожие сорта. Поэтому сейчас я их поставлю все по отдельным стаканчикам. Кто-то замачивает прям в воде полностью, окунает туда черенки, и какое-то время их там замачивают. На какое-то время. Я этого делать не буду. Я обычно ставлю стаканчики, и они у меня стоят там в какой-то полутени. Ну, естественно, на солнечное место их ставить не надо. Вот у меня здесь, я сижу в такой беседке, у меня небольшая есть. Я здесь за столом работаю обычно. Вот, пересаживаю череночки укорененные. Ну, и здесь вот я их оставлю в стаканчиках на столе. Здесь у меня солнце не падает сюда, и думаю, что им будет здесь комфортно. Ну, и за одним пройдут они здесь у меня карантин. Как только они у меня укоренятся, покажутся корешки первые, я их начну рассаживать по стаканам. Стаканчики возьму сразу же 0,5. Вот такие вот. Кстати, в этом году я купила торф Скармикс. Ну, впечатления о них у меня пока что толком нет. Кто пользовался этим торфом Скармикс, пишите, что вы о нем думаете, как он вам. Мне пока что как-то, не сказать, что я в каком-то восторге. Я привыкла уже к агробалту, и что-то немножко мне не то кажется в этом торфе именно в Скармикс. Ну, вроде неплохо, как бы растут, укореняются. Черенки у меня есть там несколько петуний, я пробовала укоренять. Тоже вроде укоренились, калибраху укоренилась. В общем, вот так вот. После того, как я их рассажу по стаканчикам, обработаю обязательно от мученистой росы. У меня есть топаз, есть чистоцвет, есть Скор. В общем, посмотрю, что в руку, как говорится, попадет мне, тем и обработаю. Потому что в прошлом году я немножко запоздала с обработкой. Они у меня стояли вроде красивые, здоровые. Занесла их уже все домой, у нас холодно уже было. И потом у меня как жахнула эта мучнистая роса, мне пришлось обратно все переносить в теплицу, все обрабатывать, там держать, обрабатывать два раза. В общем, они у меня там стояли в спартанских условиях. Вот такую красоту я получила. Сейчас буду заниматься этой красотой. Всем хорошего настроения, всем хорошей погоды. Кто ждет посылки, пусть ваши посылки придут в целости, в сохранности. Ну, а на сегодня у меня все. Всем пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok